Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, что будет, если смешать палисорб и термоклей. Проще говоря, стержни для термопистолета. Кто не знает, палисорб это диоксид кремния. Такой вот белый порошок, практически ничего не весящий, то есть он очень легкий. Можно сказать, нано-порошок диоксид кремния. Предназначен для изменения вязкости составов и имеет широчайшую область применения. Он используется как в пищевой промышленности, медицине, фармакологии, так и в лаках, красках и пластиках, удобрениях и много где еще. Так вот, друзья, если его смешать с термоклеем, получится классный пластик, можно так сказать, который можно залить в любую форму. И сейчас я попробую вам это продемонстрировать. Поэтому, друзья, если вы работаете термоклеем и у вас остаются вот такие вот, можно сказать, остатки, никогда их не выбрасывайте. Складывать в какую-нибудь емкость для того, чтобы потом из него сделать классный материал, смешав его с палисорбом. Помимо палисорба и термоклея нам понадобится вот такая вот консервная банка. Мы ее разрежем примерно напополам. В качестве формы для заливки я буду использовать обычный деревянный брусок. И так вот. И так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот, ребят, получилась готовая форма для заливки рукоятки Сейчас отклеим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, друзья, вот такой вот результат получился Если смешать термоклей и диоксид кремния Можно заливать классные пластиковые ручки и разные другие детали Он очень эластичный и прочный становится То есть диоксид кремния связывает, как бы армирует вот этот вот клей Превращая его в очень прочный материал Ну а на сегодня, друзья, все Всем, кому понравилось видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Желаю добра, удачи и успехов Пока-пока